Я готов. Погнали. Здравствуйте, дорогие гости. Здравствуйте, дорогие зрители канала «Разговоры о музыке» с Ольгой Коморник. И сегодня у нас, как всегда, необычный гость, но представлять его я буду недолго, хотя то, что я о нем скажу, для меня значит очень многое. Перед нами замечательный мастер, на гитарах которого играют ведущие гитаристы мира. Человек, который открыл свою мастерскую для всех, кто хочет осуществить свою мечту, сделать гитару своими руками. И сделал это не просто так, а на родине гитары в Испании. Павел, здравствуйте. Я очень рада, что вы согласились. Здравствуйте. Я приветствую и вас, и всех наших зрителей, и всех наших слушателей, и всех любителей гитары, и гитаристов, и гитаристов. Непосредственно любителей этого великолепного инструмента. Моя мечта о руках поехать в Испанию, в город Гранаду. Так. Но у меня нет этого месяца. Но хотя бы на две недели, на знаменитые курсы Павла Гаврюшова, на которые очень трудно попасть, потому что обычно 4, максимум 6 человек, где под его руководством в течение месяца ты производишь сам классический испанский палисандровый инструмент высочайшего мирового уровня. И внутри лейбл Юрий Стоянов под руководством Павла Гаврюшова. Удивительно то, что вы сделали. Почему-то эта идея мне не приходила в голову, и до вас я не встречала ее воплощение. Как к вам-то пришла эта мысль? Ну, смотрите, если речь идет о школе, то мысль эта пришла давно, еще когда я жил в Москве. Но в нашей стране очень сложно вообще все это реализовать. Начнем с того, что у нас просто в реестре профессий нет такой профессии, как гитарный мастер. Ну, так же, как эстерифичный мастер, так же, как реставратор музыкальных истантов. Отсутствует. А вот здесь это все есть. Большой перечень различных профессий в реестре активности предприятий. И, собственно говоря, эта идея была реализована, можно сказать, непосредством моих каких-то усилий. А просто меня вывело это сами события моей жизни, реализация этой идеи. Если хотите, я могу поподробнее рассказать, если вам это интересно. Ну, конечно. Когда я приехал в Испанию, собственно говоря, у меня была мысль некоторое время пожить здесь, организовать мастерскую, ну, а потом вернуться. И так получилось, что я арендовал дом, где была уже готовая мастерская со всеми необходимыми устройствами, имеется в виду машинный зал, соответственно, верстаки, все необходимые инструменты, приспособления и так далее. Ну, вот так получилось. Это длинная история. Сейчас не хочу долго рассказывать. Где-то минут на 20, наверное, как это все случилось. Вот. И владелец этой мастерской, у него была школа, он специалист по античным инструментам, начиная с Древнего Египта, потом дальше и римский инструмент, и непосредственно испанский инструмент. Ну, как он говорит, он сделал за всю жизнь порядка 50 видов инструментов. Вот. И у него была школа, да, вот как раз. И те, кто у него занимался гитарой классической, он передал их мне просто. И я там как раз начал у него работать. И через некоторое время, когда я переехал в другой город, это было в Альмерии, да, я организовал свою школу, имея уже какой-то опыт, да. Альмерии Это просто удивительно. А как вообще испанцы относятся к тому, что вы передаете традиции испанской гитары, при том, что вы не коренной носитель этой традиции, ну, я имею в виду, не испанец? Да, очень хороший вопрос. Очень часто мне задают. Хорошо относятся испанцы. Ну, вообще надо понимать, что родина гитары – это Испания, родина классической гитары. Не всякого сомнения. Ну, так же, как родина, допустим, скрипки – это Италия. Но со временем гитара стала интернациональным инструментом, и поэтому по большому счету неважно, кто по происхождению гитарный мастер. Ну, например, никого же не смущает, что Чайковский писал, ну, по сути, европейскую музыку, да. А вот ученый Менделеев, предположим, он занимался химией в таком глобальном масштабе, то есть на уровне ученых мирового класса, да. Вот. Поэтому совершенно нормально относится и никого не смущает. Я, кстати, хочу сказать, что, ну, процентов, наверное, 70 – это как раз испанцы приходят ко мне делать испанскую гитару. Это правда. Это правда. Вот. Нормально. Павел, а правда, что вот, ну, любого уровня, абсолютно, и возраста, и пола человек может к вам прийти и сделать свою первую гитару? Давайте начнем с возраста. Значит, возраст своих учеников – это те, кто уже закончил гитару, кто уже, кстати, эту гитару использует, да, в своей жизни. У меня самый ладший ученик, ему 12 лет было, когда он завершивал свою гитару, а самому старшему ученику 80 лет было. Ну, и сейчас, собственно говоря, 80 лет. Зимой он приезжал из Австралии, а мальчик, вот, ему уже 13 лет исполнилось, и совсем недавно он занял первое место на конкурсе гитаристов, с этой гитарой выступая. На гранатском конкурсе гитаристов он занял первое место в гранатрии, или как это называется. Слушайте, до мурашек. Потрясающе. Потрясающе. Значит, насчет подготовки, да, еще нужно еще обозначить пол девушки, или мужчины могут этим заниматься. Как выяснилось, довольно большой интерес для девушек представляет эта идея создать гитары собственными руками. И вот ко мне и ходили, и ходят, и собираются прийти девушки или женщины, которые сделали и сделают гитары своими руками. А, географию, география, я же не сказал, география, совершенно обширная. Значит, несколько учеников из Соединенных Штатов Америки, это Европа, это Россия, это Норвегия, то есть северные страны. Ну и вот у меня три ученика из Австралии. Из Австралии приезжают. Вы преподаете на английском? Я преподаю на испанском, на английском и на русском. На русском тоже очень важно. Русский лично. Ко мне приезжают ученики, то есть совсем не имея никакого опыта работы с деревом и вообще с какими-то столярными операциями. и кроме этого приезжают действующие гитарные мастера, в том числе из России и из Испании тоже. То есть у меня проходили курсы мастера, которые работают, которые имеют собственную мастерскую, там сайты и так далее, клиентов своих. Но тем не менее, это уже переходя ко второму пункту первого вопроса, они, ну, как бы не испытывают такого ощущения, что это как-то унизительно, как мастеру из России приходить учиться, они и благодарны, и довольны, и можете, кстати говоря, почитать он с вами на сайте. Класс. А можно вернуться в нашем с вами разговоре вот к тому самому мальчику вундеркинду, который сделал свою гитару и на ней выиграл конкурс? Учил удовольствие. Кстати, меня отговаривали, как же так, 12 лет, это невозможно, но, имея собственный опыт, я когда-то занимался судомодельным спортом, мне было там 10-11 лет, и в общем, лучше как раз начинать с этого возраста, потому что взрослых некоторых надо переучивать, особенно если взрослые имеют какой-то опыт, им очень тяжело перестроиться, там, в каких-то операциях или в каких-то действиях, вот, а дети, они прямо схватывают все на лету и делают именно так, как нужно делать, как я говорю. Вот я просто уверена, что это такое дело, как сделать гитару для себя, оно совершенно необыденное, и вот просто так ради нечего делать, навряд ли человек додумается сделать все то, что необходимо для того, чтобы перейти и в течение месяца, как я поняла, осваивать не простое, не самое простое ремесло, не примитивное, что это устойчивое. Вот это, кстати, хотел акцентировать, в течение месяца, ну, в общем, если мы хотим сделать инструмент высокого класса, вот, а у меня философия, мы самую первую гитару, мы делаем инструмент высочайшего класса под моим контролем, то есть если мы делаем какую-то ошибку, какая-то деталь, мы ее выбрасываем и делаем новую, ну, я не имею в виду какие-то глобальные детали, ну, там уже надо просто обеспечивать контроль более такой строгий, вот, ну, если какие-то составляющие, мы переделываем и делаем дальше, вот, значит, по поводу времени, например, есть в Америке курсы, где гитару делают за 4 дня, вот, за 4 дня, ну, делают их за 4 дня, ну, вы понимаете, гитары, если они делают, например, а вот, стоит это безумных денег, ну, видимо, люди как-то верят, я вообще считаю, что это мошенники, да, есть курсы, где за 15 дней делают, есть за неделю, там, и так далее, но это все шарлатанство, конечно, невозможно за такой короткий срок сделать гитару высокого класса, даже среднего класса, я думаю, не взять его, вот, а мы делаем инструменты самого высокого класса, и поэтому, поэтому, для того, чтобы реализовать эту идею, я считаю, что 1 месяц, это минимальный срок, просто минимальный срок, и курс называется интенсивный, он действительно интенсивный, то есть мы очень активно работаем, и в результате человек получает гитару высочайшего класса, вот, и все свои знания вносит домой в виде этой гитары, ну, пойдет свои знания в футляр и едет в свою страну, в Австралию, в Америку, в Германию, в Норвегию, в Россию. Слушайте, а вот вопрос на засыпку, гитары, которые делают, ну, производятся участниками курса вот за один поток, насколько они различаются в звучании? Ведь делаются они по одной технологии, понятно, разными руками, и я так понимаю, одной и той же конструкции, верно? Или уже есть какие-то на этом этапе предпочтения, которые каждый закладывает в свой инструмент? Смотрите, значит, мы делаем гитары в рамках традиционных испанских технологий или испанской техники. Значит, но внутри этих ограничений, то есть традиционных конструкций, есть несколько конструкций. Ну, начнем с самого простого, это классическая гитара и фламенко гитара. Вот. А дальше в классической гитаре есть множество конструкций, которые не выходят за рамки традиций испанской техники. И, соответственно, в гитаре. Я рекомендую всем начинать с того, что делать копии выдающихся мастеров Антонио де Торрес, Герман Хаусер, Кадригес, и так далее. То есть начинать с каких-то базовых знаний. То есть сначала нужно научиться, а потом можно, конечно, экспериментировать и создавать там свою конструкцию или там как-то менять эту конструкцию и так далее. Это обязательно. Ну, собственно говоря, как и в музыке, да, то есть сначала мы учим ноты, а потом начинаем развиваться. Либо там, если не учим ноты, то все равно мы начинаем с каких-то простых произведений и потом усложняем. А уже, когда мы имеем какую-то базу, мы можем и музыку писать, и исполнять более какие-то сложные произведения и так далее. Ну, это везде так. Это и в науке, и в любой профессии. То есть надо сначала, к сожалению, в этой профессии многие хотят, ну, видимо, для удовлетворения своих тщеславных каких-то потребностей, да, они вот сразу сделали одну гитару и потом начинают там изобретать, черти знает что, не имея представления о сути этой профессии, о конструкции, о критериях выбора инструмента, критериях качества и так далее. Вот. Поэтому, значит, отвечая на вопрос, отличаются или не отличаются, они отличаются, ну, в рамках конструкции обычно. Почему? Потому что мастер при изготовлении инструмента должен контролировать каждый этап изготовления гитары, и в итоге мы получаем инструмент, который стабильно имеет высокое качество. Я вот иногда слышал, что ты что, знаешь до того, как поставил струны, как звучит инструмент? Да, конечно. То есть, я знаю там не на 100%, но на 98%, да. То есть, есть там ошибки или нет ошибок, потому что, ну, собственно говоря, что такое конструкция музыкального инструмента любого? Пиана, скрипка, гитара и барабан, между прочим, тоже. Это набор гармоний, которые связаны между собой определенными интервалами. Но это длинная история, я на самом деле могу лекцию прочитать, а, кстати, это и дело, да. Я читал лекцию и Мессиных, и, значит, Маймонида, и сковские вузы, я читал в Петербурге, в Тюмени, в Париже, в консерватории Парижа, где я уже называл, а в Севилле, в Литве недавно, в консерватории, в Академии музыки. Это очень интересно. В самом деле, к сожалению, большинство гитаристов не умеют не выбирать гитару, не знают историю гитары, и не владеют знаниями критерия качества не знаниями. «Маймонида» как «Никона» «Маймон» не знаний «Маймон» и «Маймон» «Маймон» в Ночем «Маймон» не гитару, «Маймон» не знание . Мне как-то кажется, если ты что-то делаешь своими руками и до конца понимаешь все этапы технологий, то ты играть-то по-другому будешь. Думаю, что да. Это всё взаимосвязано. Как говорят, у гитары какая-то огромная палитра, когда что-то рассказывается такое, и для огромного количества людей это просто слова, просто миф. Ну, конечно, ну, конечно. Но вот слушайте, на самом деле, вот давайте, раз уж мы начали на эту тему говорить, я коротко скажу, что есть какие-то объективные критерии музыкального инструмента. А что такое объективный критерий? Да, качество. Это те критерии, которые можно измерить приборами. Их не обязательно измерять приборами. Главный прибор – это ухо. Но если мы знаем об этих критериях, объективные, подчёркиваю, то мы сможем хотя бы начать с этого. То есть они должны присутствовать. И эти критерии не я придумал, написано множество литературы. То есть люди, которые изобретали скрипки, гитары, другие инструменты, они прекрасно знали критерии и к этому стремились, к воплощению. А сейчас он говорит, вот там бас глубокий. Что такое глубокий бас? Ну это абстрактно. Или просто несут какую-то ахинею. Атака несёт гитару в зал. Это просто какой-то бред сумасшедшего фразы. Я просто слышал от одного довольно известного человека, который как выбирать гитару, видео записал. А вот сказал, атака покрывает зал. Это чудовищно, что он употребляет такие выражения. Это чудовищно, это безграмотно, это преподаватель. Вот самое, что обидно. А гитара покрывает зал. Атака – это время. В миллисекундах измеряется. Есть таблицы в научных справочниках. А между началом колебаний труны и началом работы всей конструкции. То есть начальный этап звукообразования. Есть голосовая атака в консерватории, в локальных отделениях преподают. И когда преподаватель вот эту ахинею несёт, для всех, конечно, обидно. Обидно, что люди это слушают, воспринимают. Не знаю, что сказать. Могу только вспомнить анекдот. Я прошу прощения, я перебью. Но при этом я знаю великолепных специалистов, преподавателей гитары в Москве, например. Это мои друзья. Которые просто владеют этими знаниями очень глубоко. Они способны это всё объяснить, показать, рассказать. И знают об этих качествах. Слава Богу, что такие люди есть. Но их немного, к сожалению. Есть только один путь. Научиться с этим взаимодействовать. И на своей практике понять, где ты понимаешь, а где ты придумываешь. Думаю так. И то, что вы делаете, это такой, как мне кажется, очень прям ликбез. Спасибо. Теперь анекдот. Теперь анекдот. Вы хотели рассказать о немецком. Я не помню в деталях, но это какая-то картинка в интернете была, где на кушетке сидел будто бы пациент-психолога и рассказывал долго мастеру гитарного, как он хотел бы, чтобы его гитара звучала. Да, мне нужна гитара из хедра, но чтобы звучала, как ель. А еще нужны там обечайки из мадагаскарского палисандра, но с тембром, как у клена. И вот эта вся долгая-долгая история. Я себе представляю, я хорошо понимаю, почему гитарные мастера не особо стремятся общаться. И не особо, ну, я имею в виду, со своими клиентами, а не с пациентами же. С клиентами, с теми, кто будет звучать на их гитарах и неохотно пускают в свои мастерские, потому что все происходящее, оно может поворачиваться и в эту сторону. Я думаю, что вы как мать. Я бы не стал обобщать, я пускаю в свою мастерскую, приглашаю, и наоборот, я люблю, когда ко мне приходят, общаются, задают вопросы. Я получаю удовольствие от этого. А кто не любит пускать клиентов? Мастера не любят пускать клиентов? Да, по большей части, да, я, честно сказать, немного встречал гитарных мастеров, которые бы спокойно относились, просто психологически спокойно относились, когда в святую святых заходит человек, который не делает инструменты в этой комнате. прям, я почувствовала эту энергию, я поэтому так это и озвучила. Поэтому я так удивлена. Да, это так. У них просто такие важные секреты, что они боятся, что эти секреты уплывут куда-то в сторону, и вот они что-то опасаются, да. Это вообще опасная профессия. Опасная профессия. Там, знаете, я на самом деле встречал мастеров, которые там, например, там, говорит, я собираю инструмент, значит, склеиваю части только в полноунии. Вот. Мистика пошла. Да, вот. Ну и так далее. Там или, например, там вот, говорит, я вот этот размер делаю 33 миллиметра. А почему 33, а не 32? Говорит, это возраст креста. Вот. Ну и так далее. Я уже даже не буду рассказывать, какие еще там истории. Ну там. Вот. Наверное, поэтому и не пускают. И суеверия в том числе. И, ну, я думаю, вопрос на тему того, боитесь ли вы конкуренции, он как бы сам собой отпадает. Ну, слушайте, но в наше время это абсурд. Конкуренция. Вот смотри, сколько там миллиардов у нас проживает на планете. То ли 7, то ли 8. Они то толком и не знают. Да. Вот. Если раньше, допустим, конкуренция, может быть, была актуальна, то есть там в каком-то пространстве. Вот, например, в Гранаде там порядка 45 мастеров. Да. Вот. Ну, Испания ограничена, или регионам ограничена, или городам ограничена. А сейчас есть интернет, сейчас есть там дешевые билеты, там международные поездки и так далее. Ну, сколько нужно тебе клиентов до конца жизни? Тысяча, там, или сколько? Ну, что, неужели во всем мире такого нет? Делай хорошие инструменты, будь клиент. Вот. Бояться конкуренции, ну, это, мне кажется, просто глупо. Мне, кстати говоря, ну, Юля, ты вот учеников, значит, учишь, а вот у меня некоторые ученики отучились, у них теперь собственные мастерские, значит, они там уже там продают свои инструменты и так далее. Вот ты себе конкурентов, значит, плодишь. Я такое слышал. Ну, это какая-то невероятная глупость. Какие же конкуренты? Наоборот, повышают мой рейтинг. Если мой ученик там продает... Это же моя семья. Ну, конечно, да нет, но это уже мои друзья там, это прекрасно, это действительно, это какой-то клуб у нас уже. Здесь очень интересно. Мы, слово сказать, во время курса очень хорошо отдыхаем. Опять же, на сайте рекомендую посмотреть достопримечательность. Сама Гранада – это один из красивейших городов мира. Там, кстати, расположена Альгамбра, кто не знает, да? Все гитаристы играют в воспоминаниях об Альгамбре. О чем же там вспоминать, да? Вот, о чем же вспоминать. Я говорю, вот ты играешь, ну, говорит, играю. Вот нельзя тебе играть, пока ты не побываешь. Вот тогда удивительное произведение, которое прямо вот этот дух Альгамбры реализовывает музыкальное произведение. Там текут такие ручейки, вот тремоло, да, который там звучит. Ну, настолько все это вот передает атмосферу Альгамбры. Замечательное произведение. Вот. А вокруг Гранады тут множество еще красивых мест. Здесь национальный парк Сьерра-Невада. Зимой там лыжный курорт. Можно, там находится лыжный курорт, и зимой можно кататься на лыжах. Слово сказать, этой зимой мы с учениками из Ирландии и Соединенных Штатов ездили кататься на лыжах, да, на горных. Ну, это один из крупнейших курортов. Чемпионат мира там проводился. Вот. Им очень понравилось. А так, тут есть и море, 60 километров, то есть там 40 минут езды. Тут есть замки вокруг Гранады, тут есть и другие исторические какие-то достопримечательности города Кордова, там и так далее. Ну, и играем на гитарах и поем песни. После курса мы обязательно устраиваем презентацию, сотрудничаем с одним из отелей. Они нам предоставляют зал для выступлений, и мы празднуем окончание курса таким вот дружеским концертом в дружеской обстановке. Павел, впечатления на всю жизнь, мне кажется. Я приглашаю. Это очень интересно. Я вот не знаю, если бы я был гитаристом, я бы как угодно нашел деньги, значит, нашел возможности и приехал. Ну, я повторяюсь, из России сейчас тяжело добраться, но возможно. Надеюсь, что в ближайшем времени что-то изменится. Вы знаете, Павел, я с удовольствием приеду, когда появится такая возможность, и всем своим ученикам, которые когда-то думали на тему того, чтобы приобрести такой опыт, и тем более побывать в этих местах силы, в Альгамбре. Я не просто рекомендую, я считаю, что нет таких слов, которые могут это выразить, насколько это обогащает, сколько эмоций можно получить за этот месяц. Как-то это все. Кроме эмоций, инструмент, хороший инструмент. Во-первых, инструмент. Во-вторых, знание. Во-вторых, эмоции. Можно поменять вообще всю жизнь. На самом деле, это удивительно, что, допустим, некоторые гитаристы покупают инструменты в магазинах. Одна моя знакомая из Москвы купила инструмент. Хороший инструмент в Москве. Но он за с вами стоит в два раза дешевле. Допустим, купил его за 5 тысяч евро. Я говорю, а зачем ты купила за 5 тысяч евро? Ты бы купила... Да, мы с мужем пришли, вот понравился и купили. Ну, такие бывают люди. Я говорю, смотри, ты могла бы, значит, купить билет в Мадрид, значит, потом там арендовать автомобиль, а рестораны, путешествия, обойти там, не знаю, 20-30-40 мастеров, за это время путешествовать, и у тебя бы еще 500 евро осталось. Ну, вот как-то люди более простым путем идут. Да. А уж приехать и сделать своими руками, ну, удивительный качественный. А потом я же обратную связь имею. У меня уже друзья теперь по всему миру, они все приглашают власти, а мне все некогда и некогда. Вот. Павел, поэтому мы с вами и говорим. Вот это. потому что чем больше этого, этих мыслей будет в пространстве, тем больше людей узнают о том, что можно и так. Ведь, ну, сходить в магазин и купить готовый инструмент, это тоже путь. Вот. Но есть и другие возможности, которые тоже очень интересные. И ту возможность, которую даете вы, она потрясающая. Ну, кстати говоря, вот еще такой момент. Некоторые считают, что, ну, у меня нет опыта, вот я приеду, я сделаю какую-то там самоделку, там это все, все фикция. Более того, некоторые пишут тем, кто уже записался на курсы, к тебе уже подтвердил, куда ты едешь, он тебя обманет, да это невозможно, этому надо учиться всю жизнь, там и все такое проще. Я с этим сталкивался, кстати, вот тоже не понимаю, какой мотив у этого человека писать такие сообщения, да, то есть он ничего не знает об этом. Но тем не менее, есть такое предупреждение. У страхи, ну, это вот его личные страхи. Зачем он пишет это человеку, который уже подтвердил, который уже планирует, который уже в предвкушении. Ну, чтобы еще раз подумал. Мы уже реализовали, да, это все в прошлом, но не надо бояться. Кстати говоря, насчет юных учеников будущего, вот я в Германии сейчас познакомился с мамой одного из гитаристов, которым тоже 12 лет, и не планируют приехать в следующем году. В таком случае собираются, если позволит ситуация. Они были в Германии на фестивале, умели выбраться. Вот совсем недавно, в июне. Вот. Здорово. Здорово. Павел, а можно я вас поспрашиваю как гитарного мастера, собственно, о вашем опыте? Немножко не о школе, а о вашей гитарной мастерстве. Я как раз, да, я как раз хотел на эту тему тоже обсудить. Я не только школа, я еще делаю инструмент. Я знаю, что на ваших гитарах играют такие известные музыканты, всемирно известные, как Дезидерио, Рикардо Ганьен видела ваш инструмент в руках Ролана Диэна. Музыка. 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 У каждого гитариста, наверное, я не думаю, что больше десяти гитар может быть в арсенале. Как это случилось, что вы оказались знакомыми с такими масштабными музыкантами, которые высоко востребованы, и они узнали о вас. Как этот путь произошел? Давайте я вам... На самом деле, если весь путь буду рассказывать, нам не хватит часа. На самом деле, если коротко сказать, то все, что происходило со мной, это был не мой выбор, а это выбор моего жизненного пути. То есть это все приходило со стороны. Это удивительно, можно действительно поверить в какую-то мистику, но я думаю, что существуют какие-то законы, которым не надо сопротивляться. То есть когда тебя ведет. Ну вот, когда я говорю, что я снял этот дом вместе с мастерской для жизни. А когда-то давно, раз брал мастер-класс Антонио Марин Монтеро, он не разговаривает по-английски совсем, нужна была переводчица. Нашли переводчицу по интернету русскую. Она говорит, а у меня муж гитарист классический, а можно он тоже придет? Вот он пришел, и мы стали как бы там дружить, переписываться, приехали к ним в гости. И потом, когда мы собирались переехать, приехали к ним в гости, он говорит, а у меня вот в 50 метрах сдается дом. Не хочешь ли ты? Как это объяснить с точки зрения... А уж как я начинал, это на полчаса, да, наверное. И вообще множество всяких историй. Не знаю, может, это будет интересно. Может, стоит полчаса рассказать или 20 минут потратить. Может быть, стоит об этом рассказать. Или в следующий раз. Или в следующий раз. В следующий раз, да. Там, на самом деле, в интернете есть статьи, вот, там на разных языках, где это подробно все рассказывать. Если поискать... Можно о вас узнать многое. Да, значит, об учителях. Значит, первые свои гитары я делал под руководством петербургского мастера Сергея Высакова в Петербурге. Вот. Потом я переехал в Москву и сделал несколько гитар под руководством мастера Тимофея Ткача. Это мастер, который делает не только гитары, но и одной скрипки. Я, на самом деле, не встречал больше в своей жизни мастера с такого класса, то есть с правильным мышлением, с аналитическим каким-то умом, а со способностью это свои знания передавать. Вот сейчас он живет в Подмосковье. К сожалению, мы редко общаемся. Не встречал. После того, как уже здесь пока. Вот. И в основном я как раз использую те знания, которые получил от него. Сколько вам было лет, когда вы сделали первую гитару? Надо посчитать. Я свою первую гитару сделал в 2000 году, соответственно, мне было 31 год. А что вы знали о гитаре к этому моменту? Вы были исполнителем, владели его инструментом. Да, я, конечно, играл на гитаре. Я играл на гитаре. На самом деле, если рассказывать о моей биографии, то я учился в Ленинградском кораблестроительном институте. Потом он стал называться Санкт-Петербургский морской государственный университет. И у меня в дипломе написано «Морской инженер». Морской инженер. Вот. Я говорю, что гитара – это такой вот маленький корабль. Не менее, а даже, скорее всего, более сложный, чем стульно морское. Вот. И существовал коллектив самодеятельный. Он был, по сути, профессиональный театр песни. И я участвовал как это театр песни. Соответственно, там нужно было аккомпанировать на инструменте. Я там участвовал. У нас я получил там колоссальный опыт концертной деятельности, что мы тогда выступали, не знаю, и по всей стране, и в Белоруссии, и в районе. Наверное, были поездки, телевидение, радио. Выступали известными очень исполнителями, аквариумом, и так далее. И ну, в разных отделениях. Вот. А потом, я, в общем, занимался классической гитарой. Я не могу сказать, что у меня там высочайшего. Но я думаю, что как бы на уровне выпускника музыкального училища я играл. Сейчас, к сожалению, я так не играю, потому что надо чем-то одним заниматься, иначе ни-то, ни-другой не получится. Ну, вы же как гитарист знаете, чтобы хорошо играть, нужно много времени для того, чтобы ну, и время требоваться. Ну, я, в принципе, играю. Относительно хорошего. Вопрос, которым я задавалась, связан с тем, что может ли музыкант, который еще не очень опытен как исполнитель, сделать интересный инструмент, на котором бы звучал полноценно профессионально. Да, безусловно. Под моим руководством может вот самостоятельно, это маловероятно. Во всяком случае, я не встречал мастеров, которые учились самостоятельно и делали бы что-то приличное. Ну, не встречал. Может быть, такие есть, но это маловероятно. что логично, да. Маловероятно. Вот. А по поводу, значит, звучания инструмента, инструмент, надо понимать, что он сам не звучит, на нем играет гитарист. То есть, если гитарист не умеет играть, никакой хороший инструмент ему не поможет. Вот. Инструмент обеспечивает максимальные возможности исполнения. То есть, есть гитары, ну, там, какие-то фабричные, не обязательно фабричные, ручной работы, на которых даже некоторые приемы невозможно сыграть. Ну, условно говоря, там, вибраторы, там, реэсканты. А хороший инструмент, он обеспечивает хорошее звучание, максимальные возможности, дает максимальные возможности исполнения. Ну, Ну, там присутствует таких характеристик, как хорошая атака, о которой мы уже вспоминали. Покрывающий зал. Покрывающий зал, значит, динамика, хороший темп, баланс и так далее. Вот, все эти качества необходимы. А сам инструмент в ней не звучит. Более того, хороший инструмент не прощает ошибок абсолютно серьезно. То есть те недостатки исполнения, которые не слышны на плохом инструменте, а здесь это все вылезает наружу и приходится работать больше. Я вижу, эту гитару делал Павел Гаврюшов. Да, угадал. Можно поспрашиваю про ваши гитары? Наверное, не то, чтобы долго, но очень интересно, какие гитары делаете вы в плане конструкции? Это ваши авторские наработки? Это несколько вариантов конструкции, которые вы делаете? Как выглядит ваш инструмент концертный, который вы делаете? Вот, смотрите, я сейчас в основном делаю, не в основном, а, наверное, почти всегда, свою конструкцию, которая базируется на опыте Антонио Де Торреса и других мастеров 20 века, которые продолжили традиции. Смотрите, инструмент, я сейчас хочу об этом рассказать, чтобы продолжить мысль. Он эволюционировал, классическая гитара. То есть, ну, мы не будем брать там древние инструменты рунные, вот. Но возьмем там историю гитары, это первый инструмент, от которой пошла гитара, это виуэлла. Вот. Дальше была барочная гитара, потом романтическая гитара, а потом произошел эволюционный процесс, ну, там, в течение порядка 50 лет, и мы пришли к гитаре Торреса, которая, ну, практически не изменилась со времен Торреса. Вот. И надо тоже помнить, что у Торреса были учителя, два учителя, один из Севильи, другой из Гранадо. Я видел эти гитары его, его учителей. Это практически завершенные гитары Торреса. Некоторыми изменениями, ну, то есть, там, они имеют несколько другую конструкцию, но почти это то же самое. То есть, он базировался на опыт, на предыдущий опыт. Это эволюция музыкального инструмента. Так же, как, например, самолет, который сейчас, которым мы пользуемся, модели самолетов, он не мог появиться там 100 лет назад. Скайп не мог появиться 100 лет назад. И дальше, то, что произошло в 20 веке, на базе вот этих знаний, которые были, появились другие мастера, выдающиеся мастера, там, и Хаузер, и Амирос, и другие фамилии. Замечательные, умные, выдающиеся, то есть, есть к чему стремиться, есть к чему учиться, да. Но они все базировались на предыдущем опыте. И это правильно, это единственный путь. Это и в науке, и в искусстве, где угодно. Вот, и поэтому я тоже ориентируюсь на традиционную школу. Ведь были же еще, было несколько школ, была венская школа, более примитивная. И Хаузер делал инструменты, Герман Хаузер. Ну, кто не знает, я скажу, что Андрес Сегови играл на гитаре Хаузера длительное время, а потом он начал играть на гитаре Сэра Миреса, на гитаре 37-го года, которая сейчас хранится в Нью-Йоркском музее. И он делал гитары венской традиции, пока не познакомился с испанской школой. И все после этого момента он перестал делать. Я видел его гитары там 27-го года, там еще венская традиция. Они, кстати, не очень дорогие. Вот. И я несколько гитар видел, даже с десяток наверх. То есть они, конечно, ни в какое сравнение не идут с тем, что делал он позже уже в испанской технологии. Вот. И дальше что происходит? А потом появляются люди, которые, ну, как бы, игнорируют всю историю революции инструмента. И просто начинают делать там дырочки в боку, там, менять форму. Вот вы подумайте, значит, вырез в гитаре. То есть это сложнейшая конструкция, которая формировалась несколько столетий. Это там, значит, вот почему там иметь два вала, почему иметь там такой верный пружины, да, и так далее, и так далее. И вдруг там в середине 20-го века какому-то чудаку показалось, что играть неудобно. Вот давай-ка мы вот это вырежем еще в твоей материи. И это называется КТВ еще. А вот когда меня просят, я вот сейчас прямо, значит, записываюсь на курсы, но мы будем делать КТВ. Я не помню, как правильно произнести. Я говорю, нет, мы не будем делать. Это надругательство над памятью тех, кто создавал эту конструкцию. Ну, я объясняю людям вежливо. И, собственно говоря, вот два человека, которые просили, они, послушав мои аргументы, они согласились и приехали, и очень довольны. Вот. Я считаю это, ну, каким-то надругательством над инструментом. Причем это вот произошло совсем недавно, в середине, во второй половине 20-го века. Кому-то показалось, что вот... А вот. Ну и дальше, значит, дальше больше. Значит, а давай-ка мы это самое сделаем здесь дырочку в обечайке. Вот. А я спрашиваю мастера, зачем ты делаешь дырочку? Он говорит, а вот у меня крышечка есть. Когда с оркестром играешь, то вот, значит, открываешь крышечку. А когда без оркестра, закрываешь крышечку. Я говорю, а ты слышал что-нибудь о резонаторе, гель-гольце, там, как звуковозывание, там, причем? Он говорит, нет, мне это не надо. К сожалению, многие мастера, они делают декоративное изделие с целью, ну, сделать красивое и продать подарок. Все. Они не имеют никаких, не имеют цели, кстати, создать звук. Вот. Или там поучиться и там создавать звук. Это же сложнейшая конструкция. Это сложнейшая конструкция. Это просто... Я не знаю, чтобы изучить эту конструкцию, нужен научно-исследовательский институт с хорошими специалистами и несколько лет работы. Еще неизвестно, что у них получится. Да, правда. Ну, скрипка тоже самая. Между прочим, между прочим. Ну, и вот появились там гитары урода. Я уж не хочу там это, так сказать, называть эти конструкции. Современные конструкции. Тяжелые, громоздкие, красиво звучащие. Все дорогостоящее. Мода. Мода. Эта мода пройдет. Скорая мода пройдет. И вот на примере скрипки. У нас тут в Гранаде организовали музыкальную выставку. Она целый год длилась. И там как раз конец 19 века тоже скрипки и уроды. То есть там квадратные, там прямоугольные, треугольные. Черт не знает. Там какой-то там... Вот скрипки, да. Заметьте. Заметьте. Смотрите. А значит, расцвет скрипки. Это начало 18 века. А конец жизни Страдивари. Прошло 150 лет, появились скрипки и уроды. И здесь расцвет классической гитары. Конец 19 века, начало 20 века. А прошло 150 лет, появились гитары и уроды. Вот. Ну и многие пользуются. Но это пройдет. Это пройдет. Я в этом абсолютно верю. Я могу научно доказать, почему эта конструкция не может... Создает звук гораздо... Имеет меньше возможности создавать хороший музыкальный звук, чем традиционная конструкция. Это акустическая конструкция, которая подчиняется всем законам физики, природы, математики, акустики и так далее. Мы не можем это... Также мы не можем изменить природу человеческого слуха. Но если у человека не произошла какая-то деформация, благодаря активным занятиям на плохом инструменте... Вот, кстати говоря, в Испании в основном предпочитают классическую конструкцию. Насколько я понял, в Америке тоже, ну и с тем, с кем я общался, имеется в виду не классические музыканты, которые играют в классическую музыку. Не дредноуты, не какие-то там еще электрогитары. Вот, а, скажем там, Германия, Франция, отчасти Россия. Там мода сейчас играть на современных конструкциях, вот этих громоздких. Для меня это как бы даже не гитара, это вот, ну, я бы сказал, антигитары. То есть, благодаря чему гитара свою обрела популярность? Благодаря тому, что гитара имеет такой доверительный, интимный, теплый звук. И это не громкий инструмент. Это не громкий инструмент. А когда в погоне за громкостью инструмента теряются все основные достоинства этого великолепного, чудесного, сказочного инструмента, ну, мне кажется, это просто каким-то, ну, это глупая какая-то идея. Чем скрипка, чем портебьяна, чем барабан, чем... Вообще, есть ли инструменты, которые звучат тише, чем гитара? Нет, мне кажется, нет. Да, нет. Вот зачем? Это же... Надо вообще запомнить раз и навсегда, что громкость не является критерием качества музыкального звука. Просто вот запомните все. Не для какого инструмента. Вот если там, допустим, экскаватор проехал громко, или там салют громко, это не музыкальные звуки, или, допустим, сосед сверлит триллю в стену, вот, в 11 часов вечера, это не значит, что это красиво. Вот. Просто надо забыть. Ну, хочу уточнить. Я не говорю, что моя гитара тихая, мои гитары тихие. Нет. Просто это один из критериев составляющих. Вот. Есть еще такая характеристика, называется проекция звука. Многократное видео, когда вот на расстоянии 3-5 метров гитара звучит, можно лучше затыкать громко. А когда она на сцене, ее не слышно, там все сливается. И в то же время, конкретно я видел гитару Антонио Гетороса, между прочим, в Москве, без всякого микрофона, это было все слышно. Хотя, вот, когда в руках ее держишь, это кажется таким интимным инструментом, не знаю, для маленькой компании, для маленького помещения. Вот. А другие гитары, более современные, их не было слышно без микрофона вообще. Я организаторам этого концерта предлагал, вы сделаете так, что все гитары будут с микрофоном, а это без микрофона, и будет все слышно. Ну, не стали рисковать. Множество характеристик сложнейших, которыми нужно владеть. И учиться, и слушать. Учиться, слушать. Вы знаете, я замечала такую штуку с инструментами, что чем красивее у гитары тембр, тем больше хочется прислушиваться к ней. И вообще, в принципе, не стоит вопрос громкости в этом случае. То есть даже, наверное, как я для себя отметила, дело не в том, что инструмент не громкий, а в том, что его хочется слушать, и как-то слух так настраивается, что тебе становится достаточно того звука, то той громкости, которой тебе могло показаться мало в случае, если по тембральным характеристикам этот инструмент не столь прекрасен. Я с этим согласен, что тембр – это одна из важнейших характеристик инструмента. Кстати говоря, тембр – это, в общем, субъективная характеристика, да, пусть одному нравится другая, но формируется эта субъективная характеристика на основе объективных критериев, параметров, объективных параметров. То есть это набор гармоний, которые между собой связаны какими-то интервалами, которые находятся в гармонии с природой человеческого слуха. А природа человеческого слуха, она тоже абсолютная. Вот мы сейчас не будем, опять же, углубляться, что такое натуральный музыкальный строй, откуда он появился, как он появился. Это, ну, тоже разговор на пару часов. Ну, вот, и когда, ну, все натуральное, да. Но когда ты хочешь разрушить природу человеческого слуха, то можно делать все, что угодно. А если ты хочешь все-таки поддержать эту природу, то есть к чему стремиться. Это выбор каждого. Понятно, что некоторые просто не могут различить, ну, физиологически, но не слышат, нет слуха музыкального. Либо, наоборот, происходит деформация музыкального слуха. Я сейчас говорю серьезно. То есть если человек играет на плохом инструменте, особенно с детства, вот он, значит, дергает, дергает проволоку, дергает, дергает, дергает 8 часов в день, дергает проволоку, у него происходит деформация профессиональная. Совершенно серьезная. Медицинские происходят изменения, восприятие звука. Вот. И я всем рекомендую, когда меня спрашивают, какой инструмент покупать. Я говорю, если есть возможность, надо покупать сразу хороший инструмент, потому что потом его можно продать. Ну, естественно, не детям, которые начинают, а уже тем, кто хочет заниматься профессионально. То есть, скажем, музыкальная школа, постарше или училище. Потому что если он будет играть на плохом инструменте, то потом будет проблема. Это мое мнение. Ну, не только мое. Соглашусь, что это все очень непросто. Потому что те шаблоны восприятия, которые в самом начале возникают, они, наверное, самые цепкие. И если там очень долго закреплялось что-то, что было воспринято как некая норма, то очень сложно с этого потом. Сегодня анекдоты рассказываем. Это же есть такой анекдот про сумасшедший дом, про мосеин в сумасшедшем доме, где прыгали сумасшедшие в мосеин без воды. Мы говорили, вы сначала прыгаете, научитесь с вышки, а потом мы воду нальем. Здесь приблизительно то же самое. Ну, здорово, когда все вместе. Хорошо, когда так все складывается. Так не всегда бывает, но это оптимально, когда так. Соглашусь. Надо помнить. Есть убеждение, что гитара ручной работы обязательно лучше, чем гитара фабричная. Это не всегда так. Далеко, среди фабричных гитар попадаются очень приличные инструменты. С точки зрения теории вероятности, они с ней не делают 100 гитар. Может быть, 2-3 из них, они очень приличные. То есть, там все эти характеристики присутствуют. Может быть, там надо воды подровнять, косточки опустить или еще что-то. Поэтому, ну, если с хорошим специалистом пойти и выбрать инструмент, то можно очень дешево купить приличный инструмент. Вот. Ну, люди, вот некоторые предпочитают покупать за несколько тысяч евро инструменты, которые, ну, по моему мнению, не знаю даже, что с ними сделать. Не надо жечь, конечно, не надо дать, не знаю, там, во дворе играть, там, аккланировать песни, петь. Люди предпочитают платить и бешеные деньги. Только за марку. Сколько стоит хороший инструмент, в вашем понимании? Сколько должен стоить? Ну, вы знаете, сейчас такой рынок, да, вот, что невозможно сказать, сколько должен стоить хороший инструмент. Ну, какой-то порог, я бы сказала, да. Ну, во-первых, разные страны, да, разные потребители, да, продаются гитары, ну, опять же, по моему мнению, не только по моему мнению, очень плохие, там, за 15 тысяч, допустим, доллар, да, вот, а хорошие гитары можно купить, например, за 5. Вот, например, у моих учеников, да. Но так как они начинают, там, тяжело себя, как бы, презентовать, и можно даже не за 5, а за 3,5, да, это будет высочайшего класса инструмент. Вот, за 4, за 4,5 тысячи здесь, в Испании. Но, опять же, цены там, чем выше география, тем выше цены. То есть, там, где-нибудь в Норвегии, в Лондоне, там, за 4 тысячи ничего приличного не купишь, просто совсем, там, вот, начинающие мастера, прям, совсем начинающие, они такие цены, представляют, для будущих клиентов, хотя там, ну, это совсем плохие. А здесь, ну, цены ниже, как в Испании, в России еще ниже. А еще, знаете, какой вопрос? Используете ли вы в производстве своих инструментов станки современные, деревообрабатывающие, или же вы работаете в технологиях, которые существуют со времен Торреса? Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Смотрите, значит, электрооборудование мы используем только для предварительных работ. И я использую для предварительных работ. Ну, то есть, если нам, там, приблизительно что-то разрезать, там, или отшлифовать, или, ну, там, вывести. Все остальное мы используем вручной инструмент. Не из-за того, что я противник современных технологий, а из-за того, что ручной инструмент намного точнее для этих операций, чем электроинструмент. То есть, вот, медицинский факт. А инструменты, и я для себя, и для школы, кстати, вот еще отличительная особенность школы, мы используем инструменты для работы самого высокого класса. Лучше не бывает. Ну, не бывает лучше. То есть, это вот там две марки, которые являются лидерами. Деревом мы используем то же самое дерево, что используем. Вот. И опять же, вот мне там говорят, вязать на покупку под дерево. Говорит, возьми для своих учеников, нормально. Или как? Ну, для учеников пойдет. Люди платят деньги. Люди, это для них первые инструменты. Для них очень важно, это, кстати, но события в жизни очень важно. А им сразу заранее, значит, нужно подсовывать дерево, какое-то дешевое. Вот. А для учеников возьми. Вот. Мы сразу делаем все по-человечески, как нужно. Вот. И ручной инструмент, он гораздо точнее, чем электронистриумент. Безусловно, можно сделать электронистриумент более точным, но его нет в природе не существует. Ну, хотя, хотя для некоторых операций невозможно. То есть, дерево, это не однородный материал. Вот. Это не значит, что, допустим, ты сделал деколь одной и той толщины, да, и все хорошо. Да, можно сделать такое оборудование. Даже, возможно, оно существует, промышленное какое-нибудь большое. Но, это другая профессия. нужно менять толщину, нужно толщину деки, высоту поружения, там, и так далее. Ну, то есть, это ручной труд, надо думать, надо анализировать. Вот это все фабричное, конечно. То есть, это невозможно поставить на автомат? Нет. Это невозможно поручить машине? Это требует максимального контроля. Дело в том, что дерево – это не однородный материал, всегда разный, очень интересно, и машинам это пока не под силу. И, наверное, не будет никогда под силу. Это приятно. В книге Ромира Иса-3 об этом говорится, приблизительно теми же самыми словами. Ну, там, даже с юмором, как-то, это не так. Он пишет о том, что представьте себе роту какого-то там гвардейского полка, который там марширует и, по-моему, под звуки там «Лебединое озеро», что-то такое. Надо уточнить, но смысл в этом. Это то же самое, что делать с машинами, инструменты. То есть, гвардейский полк, который марширует под звуки «Лебединого озера Чайковска». Вот. Выходит так, что человеческие руки не заменить в этой ситуации, если ты хочешь. Вы знаете, что хирурги при пересадке печени они используют руки не оборудованные, просто не берут кисть и перекладывают. потому что требуют вот такой вот нежности, нежного отношения и контроля каких-то неотношений. Павел, спасибо вам большое. Вам тоже спасибо. За такую большую и интересную беседу. Мои вопросы отнюдь не закончились, и я понимаю, что созрели еще и новые, и я с удовольствием при случае приглашу вас еще раз и, возможно, уже в других обстоятельствах, может быть, у вас в мастерской, когда я до вас соберусь, что есть у меня в планах. Оставьте себе планы. Вообще какие-то желания, они имеют свойство сбываться. Я вам поподробнее расскажу, как я начал этим заниматься. Это невероятная история, то есть там множество событий, множество событий, которые меня к этому привели. Они невероятны. В это невозможно поверить просто, что это все происходило. Мне кажется, это не пятиминутная история. Да, нет, это надолго. Об этом было бы очень здорово просто сесть и поговорить. Это здорово. Да. С вами очень интересно общаться. Спасибо. С вами тоже. Спасибо за приглашение. С вами очень легко общаться. У вас располагающие вопросы правильные и навязчивые. Очень свободно. Я желаю развиваться вашему каналу. И всех призываю, приглашаю смотреть. Призываю тоже. Здесь, во всяком случае, в сегодняшнем репортаже вы, думаю, что получите интереснейшую информацию. Ну что, пришло время прощаться. Да. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Я всех приглашаю в мастерскую Павлу Гавришову, чтобы познакомиться с мастерством изготовления гитары и познакомиться с его инструментами. Я буду очень рада, если о вас узнает больше людей. Вы откроетесь большему количеству людей, которые просто о вас знали, но не могли с вами познакомиться. И через эту передачу они узнают о вас больше. спасибо вам за эту открытость и желание. Я даже не знаю, что вам пожелать. Мне кажется, у вас как-то так все происходит, что только исполнение ваших желаний. Вам не нужны какие-то напутствия или какие-то удачи или еще что-либо. На самом деле я когда-то занимался, был руководителем крупной компании. Это было мое хобби делать инструменты. Я это все оставил. И не жалею совершенно. И круг общения поменялся, и больше свободы. Я получаю гигантское удовольствие от своей работы. Я не удивлюсь, если вы придумаете что-то еще. Какой-то еще мегапроект к моменту, когда мы с вами в следующий раз увидимся. Потому что это возможно от вас ожидать, судя по тому, что происходило к этому моменту. Здорово. Здорово. Спасибо. Спасибо вам. Я исполняю все, что сам себе велю. Куда хочу, рулю. Я без оголятки, да. Вот я сказал себе, что я тебя люблю. И убедил в момент ты все в порядке, да. Я убедил себя. И чтоб само собой участь накладки все и неполадки, да. Я прямо в тот же миг поговорил с тобой и объяснил тебе, что все в порядке, да. Что без тебя никак, что без тебя хотелось спросить и поняла, что абсолютно не увлеклась. Так, подождите, давайте. Сейчас, вспомним. Не на все вопросы. Ну, у вас там просто какое-то волшебное место. Я вас приглашаю. Я вообще всех приглашаю. Спасибо.